Привет всем! Сегодня парфюмерное видео, очень мною любимое видео для съемки, и поговорим сегодня мы об аромате от Клиник. Называется Aromatics Elixir in White. Вот так он выглядит с близкого расстояния. Сразу скажу, что этот парфюм мне очень понравился, и купила я его с большим удовольствием после хорошенечко такого матерого затеста. Я примерно полтора года ходила вокруг этого аромата, и долго хотела его приобрести, и наконец-то приобрела и белый, и черный, потому что все никак не решится, какой мне больше будет подходить, какой мне больше нравится. И сегодня мы обсудим белый флакончик. Итак, конструкция аромата, качество, то, как он живет на коже, то, как он носится. В принципе, у меня нету нареканий никаких. Довольно-таки безупречно, должна сказать, носится этот аромат. Он действительно наносится и живет на коже, он трансформируется, у него очень такая понятная личность. То есть, этот парфюм знает, кто он, он знает, что он хочет вам сказать, он знает, какое впечатление он хочет произвести. То есть, здесь совершенно нету никаких амбигозных каких-то непонятностей, никаких зареканий, никаких странностей. Это очень такой целостный, хорошо сконструированный парфюм. Он прекрасно держится на коже, на самом деле, часов 12 он продержится, конечно же, немножечко испаряясь, но все же будет держаться часов 12, как минимум. В основном из-за того, что этот аромат базируется на мускусе и пачули, это въедливые ноты, на самом деле, чаще длительного ношения. И проекция довольно-таки средняя, что меня более чем устраивает. Я не очень люблю парфюмы-монстры, у которых очень большая проекция, поскольку они имеют тенденцию придушивать людей вокруг вас и, к тому же, и вас тоже. И быстро надоедать. Этот парфюм с хорошей стойкости и средней проекцией, среднего сияжа на расстоянии вытянутой руки, может быть, чуть дальше. Итак, давайте теперь поговорим о нотах, а потом о том, кто я воображаю будет носить этот парфюм. В смысле нот, как я уже упомянула, очень серьезная такая матерая база пачули и мускуса, и то, и другое очень чистые ноты. В основном я пачули не люблю. Наверное, этот мир делится на любителей и нелюбителей пачули. Я из второй категории пачули в этом аромате настолько клинически чистая нота, что она не раздражает мой мозг, и у меня не появляется головная боль от этой ноты здесь. Пачули, дам вам пример такой грязной пачули. Грязная пачули, например, в Ангеле, от Терима Глея присутствует. Здесь больше сноска к чистоте, к мылу, такому немножечко дегтевому, и к дорогой винтажной парфюмерии. Это довольно модерновый парфюм, я не скажу, что он винтажом отдает, но вы сразу видите сноску к винтажной парфюмерии в этом конкретном аромате. Далее, что кроме пачули и мускуса здесь присутствует? Строится и крутится аромат вокруг довольно-таки прелестной розы. Это полногрудая роза, достаточно серьезная и молчаливая, так сказать, букетная, мясистая роза. И пачули ее прекрасно поддерживает, немножечко вот этой землистости придается, но не грязи, и пыльности. От пачули мы получаем вот эту вот припыленность, которую этот ингредиент чаще всего вносит в парфюмерию, в которой он присутствует. Роза живая и такая с настроением, не в настроении немножечко. Дальше здесь есть другие цветочные белые ноты, среди них описывается мак. И я не знаю, мак ли это, но белые цветы там немножечко подыгрывают второй скрипкой. Есть вот некоторое количество жасмина и так далее. Это ясно. И что я потом поняла, меня завлекло, это то, что здесь есть фиалковый лист. То есть не фиалковые лепестки, которые немножечко более, в основном, придают пудровость, некоторую кокетливую девчащесть и так далее, и так далее. Здесь лист фиалки и листья фиалки чуточку зеленоватые, чуточку резкие, но в то же время опять-таки некоторая пыльность, пудровость есть. И она вместе с розой очень элегантно играет. Это в основном все, что я здесь унюхала. Много других компонентов, также бензоин, ваниль. Здесь перечислены производителем, но я особенной ванильности никакой не чувствую, никакой сладости здесь нет. Это взрослый элегантный парфюм, который не попадает в эту популярную группу сладковато-съедобных ароматов. Это мускусно-почуливо-цветочный аромат. Это серьезный аромат. Это не аромат для того, чтобы флиртовать, играть и так далее. Это, во-первых, может являться повседневным цветочным ароматом. Наверное, не летним все-таки, потому что почули, мне кажется, я его не носила летом, но мне кажется, почули может серьезно утяжелять этот аромат летом. Но я еще попробую и вам, может быть, расскажу с большим количеством деталей. Я пока носила только осенью-зимой этот парфюм. Но это, во-первых, взрослый парфюм, во-вторых, очень элегантный рабочий парфюм. Мне кажется, этот парфюм для работы подходит идеально. Это серьезный парфюм, это парфюм с замыслом. И нет в нем какой-то такой игривости девчачьей, поэтому мне кажется, отличный выбор для женщин, которые работают. Конечно же, неработающим тоже вполне он может подойти, но это повседневный рабочий парфюм, на мой взгляд, очень-очень хорошо сделанный, качественный от клиник. И у меня действительно часто тянулась рука, я хорошенечко приложилась к нему, у меня вот столько уже использовалось. Хотя это очень недавняя покупка, буквально пару месяцев назад я вам о ней рассказывала. Очень советую попробовать, если вы фанаты довольно-таки чистых, женственных, серьезных цветочных ароматов. Я думаю, вам понравится. Это все на сегодня. Надеюсь, вам было интересно послушать о клинике Aromatics & White. Я давно собиралась снять этот ролик, но только вот сейчас руки наконец-то дошли. Это все на сегодня. Всем хорошего дня. Пока-пока.